здравствуйте уважаемые подписчики гости канала вот как говорится давно видео не было но там много значимых событий случилось это сдал на права наконец-то я вот но со второго раза знал и дочка родилась у меня второй ребенок вот значит некогда было начнут у нас весы находятся ну а тут в коробке сейчас покажу но это для будущих походов все снимают а я тут что-то как-то не посчитал нужно снять я вообще люблю эти распаковки всякие по мне так это пустая трата времени но так как вот этот тут набор посуды в общем но костровой но не только с тобой ну но так как редкая вот это вот вещь это действительно она очень редкая сейчас я не найти от новатур раз покажу значит тут у нас не знаю видно там он будет не подосветная на включить лучше вот так так здесь у нас значит что но видно наверно да набор посуды или не видно подождите это фокус ну вот набор посуды значит новатур а 096 буду снимать быстро потому что я говорю не люблю эти обзоры всякие распаковки но она редкая на ю тубе я не видел вообще обзор этой посуды и еще обувь гад использует всеми известный который там лазит значит смотрите чё я убрал то у нас здесь один котелок на я даже не знаю насколько чтоб вам не врал мы все это вот так сложим аккуратно значит это один котел на богат не дурак хорошая я вот у него увидел начал смотреть хорошая посуда так один вот это вот давайте сразу освобождать потому что я литраж буду смотреть не алитор суда знаю не скажу вам что я немножко скажем так я прибалдел не думал я ответить то есть это ручки у нас все они все одинаковые ручка крышка вот например накрыть и здесь еще но мне это не нужно будет здесь еще такие вот как в аэрофлоте может кто-то советское время застал они продали другие пока бакалита вот такого цвета но здесь пластик какой-то синий не пластик не нравится ну были и были ладно это я купил значит на авито с рук но как видите посуда вообще ни разу как говорится муха не скакала поэтому вот так значит что у нас будет на тесте на тесте значит мы будем проверять сколько литров и принципе все но закипятить я не хочу есть там примус ну что-то я говорю я не люблю вот эти все обзоры начинаем с маленькой не знаю видно вам там будет нет давайте сейчас как-то штатив поближе подвину не получится поближе надо сейчас попробуем ну вот так включаем значит весы наши будет вам там не видно 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 не будет не ладно сейчас это самое посмотрим так ну и что проверяем значит сбрасываю не знаю как вам снять это все дело ничего тут не видать по моему ну-ка если свет выключить не знаю я увидите вы там что-нибудь не увидите да не сейчас попробуем как-то так сделать то я думаю видно 107 тут написано сейчас вот котелок 107 грамм я буду озвучивать 0 сбросили по нолям наливаем воды воды наливаю так чтобы место было для кипячения ну то есть понятно да не до верха вот так то есть на палец там у нас 107 потому что часы весы запомнили вес котелка ставим 993 993 запомнили до теперь берем наливаем его этого котелка крышку крышку просто мне интересно сколько в крышке еще влазить крышки тоже место как говорится для губ оставляем то есть не до краев но потому что смысл снимать до краев она здесь уже не точно будет здесь уже давайте я сброшу по нолям вот теперь вместе старый ну пол литра 458 458 до сливаем воду но 95 96 весит понятно да сколько помещает один есть следующий средний вес пустого так давайте сбросим вес пустого котла 146 грамм набираем воды тоже также набираю чтобы место для кипения было оставляем где-то палец сверху может даже чуть больше но вот так даже можно надо вот так так хочу и сделал на помощью то неправильно сделал почему мне по нолям ты е-мое ошибочка вышла потому что не сбросил я старый носу так все по нолям выбираем по то мной на шум будет слышно мой воды смотри ну короче так как я бы набрал на речке даже два пальца сверху оставил для кипячения 1465 ну короче полтора литра полтора литра этот потом значит от него этот самый как он называется 105 грамм но сковородка сбросили выливаем сковородку до краев вам не видно я тут просто в раковина показывать как воду воду наливаешь так проверяем сколько здесь здесь у нас 510 здесь пол литра во второй сковородке нормально можно чай вскипятить так поехали дальше вес главного каплана 180 грамм я набрал на речке ну то есть разу мы набираем не до края уже а как будет что творится ну или там чай где-то так ну и вот так мы видим о че-то век себя выпечу по нолям поехали две триста двадцать восемь ну короче говоря если я беру набор оттуда уже резко-резко я нигде не видел его он во первых на коробке написано 2016 года стоп так нет что-то ерунда а нет все правильно значит 150 грамм весит туда наливаем теперь вот столько вмещает самая большая сковорода чудо много намещает опять неправильно сделано не сбросил 882 грамма 882 грамма но это старый неправильно померил я 882 условно все понятно что там килограмма литра это все там 882 да ну и сколько и 150 грамм она ну да нормально я считаю вообще короче отличные котелки они как матрешки собираются друг друга буду шить значит для них я эти самые вот так закрывается смотрите классно все видно там да так это один это значит второй до поводу канала youtube долго ничего не снимал мы говорил почему до рождения дочери потом значит права сдал вот что все от некий ус а так 37 годам как говорится жизнь все равно заставила на машине ездить вот хоть я и не люблю это дело мне как бы машины до лампочки скажем так вот ну ладно и ладно скажем так вот но удобно удобно быстрому холени к хорошему привыкаешь быстро ну а значит три котла супер котелки говорю вообще еще чашки вот тут у них ну это вот по моему вообще ерунда но он типа на три персоны считается на такой вот ну я когда один буду ходить я скорее всего буду пользовать вот этот и вот этот здорово мне я думаю не нужен уху я думаю в этом сварю а чай попью в этом котелке да и все принципе причем этот я думал на примусе сжечь но не знаю посмотрим потому что они один в другой вставляются и не хотелось бы чтобы сажек попадала туда так то костре все вкуснее конечно по поводу канала будет у нас рыбалка заказал новые спиннинги но один мой там есть катана шишимана катана а второй будет топовый дайвовский ну дайва типа крутая японская фирма там но бюджетный спиннинг ультралайт попробуем порыбачить на ультралайт посмотрим что из этого получится тем более сейчас машиной много мест всяких посмотрим есть gps уже то есть не страшно лезть всякие дебри можно будет залазить и все так что всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока будем радовать вас стараться видео до свидания до новых встреч и и и и и